Дорогие друзья, мы продолжаем уроки по книге Рамбама «Законы о чертах характера». И сегодня у нас четвертая глава. И здесь продолжаются законы и правила, позволяющие... Разбираться, значит, законы и правила, позволяющие сохранить хорошее здоровье. Итак, поскольку поддержание тела здоровым – одна из составляющих пути Господа, а также поскольку невозможно понимать и познать что-либо из божественных наук, будучи больным, должен человек избегать того, что вредно для тела, и приучать себя к вещам полезным, восстанавливающим здоровье, и вот эти вещи. Никогда не следует есть, когда не голоден, и пить, когда не испытываешь жажды. Нельзя ни на мгновение задерживать естественное выделение. Когда появляется нужда помочиться или порожниться, следует сделать это сразу же. Очень важные указания. Да, ни в одной диете, в принципе, не указываются и не говорится о том, что нужно ли кушать, когда ты голоден, нужно ли пить, когда у тебя нет жажды. Здесь Рамбов нам рассказывает все самые главные постулаты того, как относиться к принятию пищи. Не следует набивать желудок, но съедать примерно на четверть меньше, чем нужно для полного насыщения. И нельзя пить воду посреди приема пищи, разве только немного, и разведенную вином. Когда пища начнет усваиваться организмом, можно пить столько, сколько необходимо. Не нужно пить много воды, даже когда пища усвоилась. И нельзя начинать есть, пока тщательно не проверишь себя, не нужно ли порожниться. Не следует есть, пока не пройдешься перед едой, чтобы начало тело разогреваться. Или не поработаешь, или не дашь себе другую физическую нагрузку. Общее правило, всякий день утром нужно дать телу физическую нагрузку, чтобы начало тело разогреваться. Потом немного передохнуть, чтобы успокоиться, а затем садиться есть. И если вымылся в горячей воде после физических упражнений, это полезно, и после этого следует немного подождать, а затем принимать пищу. Да, то есть принимать пищу после того, как занялся физической нагрузкой, дать немножко телу отдохнуть, да, и не делать физической нагрузкой, не заниматься спортом с полным желудком. Всегда следует есть, сидя на месте, или лежа на левом боку. И нельзя ни ходить, ни ездить верхом, ни напрягаться, ни делать резких движений, ни гулять, пока не усвоится пища, что во внутренностях. Кто прогуливается после еды, или выполняет изнурительную работу, тот навлекает на себя тяжелые и опасные заболевания. Вот так серьезно. День и ночь 24 часа. Человеку достаточно спать с третьего времени, то есть 8 часов. И они должны приходиться на конец ночи, чтобы спать 8 часов от начала сна до восхода солнца, и чтобы перед восходом солнца он уже встал с кровати. Вот это гигиена сна. Очень важно для восполнения сил. Нельзя спать ни на животе, ни на спине, но на боку. В начале ночи на левом, а в конце ночи на правом. Нельзя засыпать сразу после еды, а надо подождать примерно 3 или 4 часа. И нельзя спать днем. Вот перед уходом ко сну, да, желательно не кушать. Вот 3-4 часа. Это известно, в принципе, и в наши времена. Слабящие продукты, такие как виноград, инжир, шелковицу, сливы, арбуз, мякоть кабачков и огурцов, следует есть в начале, перед едой. И нельзя их смешивать с основной пищей. Нужно подождать немного, пока они не выйдут из верхнего отдела желудка. И только тогда есть основное блюдо. А крепящие продукты, например, гранат, айву, яблоки, дикую сливу, едят сразу после трапезы и в небольшом количестве. Да, тут Рамбов рассказывает об особенностях пищеварения. Чтобы облегчить процесс пищеварения, он предлагает есть сначала вот такие легко перевариваемые продукты. Если человек хочет есть мясо птицы и мясо скота, во время одной трапезы следует сначала есть мясо птицы. То есть оно более легко переваривается. Поэтому сначала. То же касается яиц и мяса птицы. Сначала следует есть яйца. То есть более легкие для переваривания белок. Мясо мелкого и крупного скота. Сначала мясо мелкого скота. Всегда начинают с более легкой пищи, а затем едят тяжелую. В летние дни нужно есть холодные продукты. Не злоупотреблять приправами и использовать в пищу уксус. А в сезон дождей едят горячие блюда с большим количеством приправ. Используют горчицу и асофетиду. И так ведут себя в местах с холодным климатом. И в местах с жарким климатом. В каждом месте по своим свойствам. Существуют крайне вредные разновидности пищевых продуктов. И человеку вообще их есть не следует. Например, крупные, давно засоленные рыбы. Старый соленый сыр. Трофиля, грибы. Старая солонина. Молодое вино. Здесь вот поясняется, что вино называли молодым, если от выжимки сока до употребления прошло менее 40 дней. Вареное блюдо, которое утратило свой запах, потому что оно уже начало портиться. А также любая пища, издающая дурной запах или слишком горько на вкус. Такие виды пищи для тела словно яд. Есть разновидности пищевых продуктов, которые вредны, но не до такой степени, как первые. Поэтому стоит человеку есть их в небольшом количестве и не часто, и не привыкать к ним, как основной пищи или как продуктом сопутствующим основной пищи. Это крупные рыбы, молоко и творог, простоявшие 24 часа после дойки. Мясо старых быков и козлов, бобы, чечевица, горох, ячменный хлеб. Хлеб из неквастного теста, капуста, кормовые травы, разные виды, лука и чеснока. Здесь Рамбам отвергает рекомендацию Талмуда есть чеснок вечером в субботу, например. В комментарии к Мишне он пишет, чеснок был полезен им в соответствии с их режимом питания и климатом. Также сказано здесь, что чеснок вреден для глаз и для мозга, сжигает кровь и печень, а особенно вреден беременным и кормящим женщинам. Это сказано в книге Отцар Гахаим Якова Цагалона. Это такие древние знания. Итак, горчица, редька, все эти виды пищи вредны. Не стоит человеку их есть, разве что в малом количестве и в холодное время года. И они в холодное время года не едят их совершенно. То есть в жаркое время такие разгорячающие продукты, которые расширяют сосуды. Есть не рекомендуется. А вот бобы и чечевицу не стоит есть ни в холодное время, ни в теплое тыкву. Наоборот, едят в небольших количествах в теплое время. Есть виды пищи, которые вредны, но в меньшей степени, чем те, о которых говорилось выше. Это водоплавающие птицы. Птенцы голубей, финики. Вот здесь, помимо общепринятого, в то время и полностью разделяем ромбаум отрицательного отношения к фруктам, чувствуется влияние истории по улу. Ула на земле, святой, из святой земли, приехал в Вавилонию. И обнаружил, что там корзина фиников стоит. И стоит эта корзина один динар. И скричал, полная корзина сладости за динара в Вавилоне не учат Тору. Ночью умучила рейс в желудке, и он закричал, полная корзина кинжалов за динар в Вавилоне еще учат Тору. Из этой истории ромбам делает вывод, что жителям святой земли финики не в пользу. А в Вавилоне от них сплошной вред. Вот так. Так вот, кроме того, хлеб обжаренный в масле или замешанный на масле. Мука крупного помола, просеянная до такой степени, что в ней совершенно не осталось отрубей. Это была рекомендация Галена. Хлеб, сделанный из муки, такой чистоты затрудняет пищеварение. Рыбий жир и рассол. Не стоит употреблять эти виды пищи в большом количестве. И человек, который мудр и обуздывает свои желания героически, не пойдет на поводу своего вожделения и не будет есть ничего из вышеупомянутого. Разве что ему это понадобится для лечения. То есть, ромбам, как врач и мудрец, призывает нас относиться к приему пищи очень разумно. И кушать то, что полезно. Избегать того, что не полезно. И если уж есть, то совсем по чуть-чуть. И только тогда, когда это на самом деле показано. Не стоит употреблять и злоупотреблять фруктами. И не нужно есть их в большом количестве, даже в сушеном виде. А сырыми и подавно. До тех пор, пока они не созрели окончательно. Они для тела как острый меч. То есть, фрукты содержат очень много соков, острых соков для организма. И нужно кушать фрукты, когда они спелые и в меру. До тех пор, пока они не созрели. А плоды рожкового дерева очень вредны. Все кислые фрукты вредны. И можно их есть в небольшом количестве только летом или в жарких местах. А инжир, виноград, миндаль очень полезны. Сказано про миндаль, что это самый полезный фрукт. Написано, что добавленный как приправа способствует хорошему сну. И его полезно есть в сахаре с изюмом. Перед едой. Или после еды. Или просто так. Сказано в перке и муше. Итак. Миндаль это очень полезный. Самый полезный фрукт. Так вот. Но. Сушеные, как мы сказали, фрукты. Их можно есть, сколько чувствуешь. У них потребности. Но не нужно их постоянно есть. Хотя они и лучше всех остальных плодов. Мед и вино вредны молодым людям. И полезны пожилым. Особенно в сезон дождей. И в летнее время. Человек должен есть 2 трети от этого объема пищи. Которую он съедает в сезон дождей. На этом мы сделаем паузу. И продолжим нашу четвертую главу. Позже. Замечательные недели. Хорошего настроения. Сегодня Йом-Геула. Десятое Кислева. Хасидский праздник. День рождения хасидов. Будь Йомтов. Хорошей недели. И всех благословений. Продолжение следует.